Итак, интеллект вокалиста. Традиционно вообще считается, что вокалист как бы такой самый неразвитый среди музыкантов. Есть традиционно такое мнение среди музыкантов. Сейчас немножечко тенденция меняется, скорее в сторону образования, чем в сторону интеллектуализации, потому что образование и интеллект – это разные вещи. Образование – это знания, которые мы получаем. А интеллект – это разумение, это осознание, это умение связать одно с другим, построить логические какие-то цепочки, найти причинно-следственные связи. Вот что мы называем интеллектом. Это осознанность. Это наша осознанная с чем-то работа. Так вот, вернемся к мнению такому, что вроде бы вокалисту не так уже и нужен этот интеллект. И в мое время, когда я училась, часто мы слышали такие, как поговорки уже, летучие фразы, что вокалисту нужна пустая голова, чтобы резонировала. Вокалисту нужна пустая голова. Лучше переесть, чем не доспать. То есть вокалисту нужно много сил физических, что, в общем-то, так и есть. Я согласна с этим. Однако давайте посмотрим, зачем все-таки нужен вокалисту интеллект и в каких случаях он необходим. И почему вокалисту все-таки нужно развивать свой интеллект. Потому что я абсолютно убеждена, что вокалист в прочих раз в равных условиях с другими, интеллектуальный и неразвитый, с неразвитым интеллектом, они, конечно, интеллектуальный, конечно, выигрывают. Выигрывает. Очень во многом выигрывает. И давайте посмотрим какие-то несколько причин, хотя их много, много причин, по которым вокалисту все-таки стоит обратить внимание на свой интеллект и стоит его развивать. Потому что это очень выгодно. Это он очень выгодно будет его отличать. Первое и самое важное, для чего вокалисту нужен интеллект, и нужен он сразу, уже при обучении, для того, чтобы осознать себя как инструмент, как акустический инструмент. Потому что, посмотрите, у музыкантов, у остальных, акустика вынесена за тело, то есть она вне тела, да? Она находится вне тела, мы можем ее изучить, мы можем посмотреть, как это все работает. Это все видно, да? У вокалиста же акустика помещена в теле, то есть вокалист должен осознать себя как инструмент. Он должен осознать себя как инструмент, и как он эту акустику обустраивает внутри себя. Правда же? Как голосообразование, как получается голосообразование, как нам сделать этот инструмент внутри себя и умело им пользоваться. Правда же? Потому что бывает такое, что вокалисты не осознают, вот они учатся методом тыка, да, и им нормально, вот как бы им говорят правильно, неправильно, или он, например, часто с голоса что-то копирует, а копирует голос понравившегося певца или педагога своего. Вот так вот он берет вот этот навык, да? Однако, взяв навык без осознания, нужно понимать, что в любой момент при каких-то там стрессовых ситуациях, например, при каких-то жизненных условиях можно выйти из понимания, то есть как бы вот лишиться этого навыка, да? Если, например, человек долго болеет или долго молчит или еще как-то, он может потерять вот это вот и потом долго очень нащупывать. То есть он не знает, не понимает, у него нет разумения того, как, собственно, это происходит. Мало того, если у человека есть разумение того, как это происходит, то, естественно, потом, когда он уже будет обучать своих студентов, своих учеников, то это вообще бесценно. Это бесценно, когда ты даешь это знание, когда ты знание и понимание, как работает этот инструмент внутри нас. Потому что вокалист – это ходячий инструмент, акустический инструмент. И эту акустику внутри себя нужно уметь настроить. Далее, о педагогах мы уже говорили. Естественно, педагог, вокалист, ему вообще очень, ну, как без интеллекта, да? Далее, возьмем такую область, как работа с текстом. Вот, например, работа с великими поэтами, да? Работа с каким-то сложным музыкальным текстом, во-первых, и сложным поэтическим текстом, конечно, она требует интеллекта, понимания, разумения того, что это такое, да, что имел в виду автор. И наша трактовка, наше прочтение, нам нужно найти что-то общее, что-то, что нас задевает, да, что-то вот, что соединяет нас с этим произведением. Тут еще очень важен эмоциональный интеллект. Однако про эмоциональный интеллект мы поговорим отдельно. Это очень интересная и очень важная для музыканта и вокалиста тема, что такое эмоциональный интеллект. Однако, чтобы пользоваться своими эмоциями, тоже нам нужно подключать интеллект, правильно? Даже в таких элементарных вещах, как построить программу правильно концерта, нам нужен интеллект. Чтобы показать себя с правильной стороны, нам нужен интеллект. Чтобы проанализировать, что больше нравится зрителю, что у меня лучше получается, как я лучше воздействую на аудиторию, для этого нужен интеллект. Вот, и напоследок своего ролика я подниму еще одну такую тему, как харизма, да, харизма вокалиста. Харизма непосредственно связана с нашим личностным ростом, потому что харизма – это трансляция нашей личности. Насколько наша личность может влиять, насколько она может завораживать, да, насколько она яркая, да, насколько она интересная. Так вот, конечно же, умение рассуждать, умение осознавать, умение выстраивать логику, развитие интеллекта, конечно, очень сильно читается. И очень сильно влияет на нашу вот эту так называемую харизму, да, вот личность. На сцену личность выходит. Ну, сразу же видно, да. Сразу видно и отношение к тексту, и прочтение, и много очень всяких других вещей, которые просто вот читаются в человеке, да. Вот эти личностные характеристики, его трактовка, его подача себя, его разумение того, что он поет, его разумение вообще жизни. Это крайне интересно. Это то, вот что цепляет. Так что поспорю с этим мнением по поводу того, что вокалисту нужен резонатор, ну и хорошо, вот ха-ха-ха, да. Так вот, резонатор нам, конечно, нужен, но интеллект никак не мешает резонированию звука, никак не мешает, а даже помогает во многих случаях осознать свое голосообразование и научить этому других. И еще много-много возможностей дает вокалисту интеллект. С вами была Мария Липинская. До наших новых видео встреч. Субтитры создавал DimaTorzok